с вами николай пивненко в проекте дата 8 апреля день российской анимации 1912 году в этот день составилась премьера первого отечественного мультипликационного фильма в 1912 прекрасная люканида это была работа биолога владислава старевича про несчастную любовь из жизни насекомых в этот же день спустя шесть лет декретом совета народных комиссаров об учреждении волосных уездных губернских и окружных комиссариатов по военным делам были учреждены волосные уездные губернские окружные комиссариаты по военным делам то есть военкоматы день военкоматов сегодня но еще сегодня семирный день цыган международный день который отмечается ежегодно представителями этой нации по всему миру он учрежден на первом цыганском конгрессе который состоялся в лондоне в 1971 году собрал он тогда представителей из 30 стран в настоящее время организация объединяет цыганские общественные организации 42 стран мира у родившихся в этот день пятьсот шестьдесят третий год до нашей эры день рождения сидхартха гуатама имя на санскрите означает буквально тот кто выполнит предначертанное индийский принц после перевоплощения получивший имя будда просветленный и ставший основателем новой религии буддизма 1764 год день рождения николая рязанова дипломата торговца одного из учредителей российско-американской компании инициатора первой русской кругосветной экспедиции его история хорошо известна нам благодаря знаменитой линкомовской постановки юнона и авось 1893 год день рождения мэри пиквард звезда эра немого кино чьи длинные белокурые волосы и солнечное расположение заслужили ей прозвище возлюбленной америки была организатором и владельцем многих киностудий я оставила экран потому что я не хотела того что случилось чаплиным когда он отверг маленького бродягу маленький бродяга обернулся вокруг и просто убил его ника сафронов российский художник родился в 1956 году а спустя два года в этот мир приходит виктор зенчук российский гитарист виртуоз композитор в 1986 году родился игорь акинфеев вратарь с уникальными как мы теперь понимаем ногами события дня 1766 год сша запатентована первая пожарная лестница она была высотой чуть менее 10 метров а высота лестницы которая была впервые поставлена в россию в 1892 году составила уже 27 метров по тем временам это серьезно изобретение помогло спасти много жизней 1872 поступил в продажу русский перевод первого тома капитала карла маркса книга выходит тиражом 3000 экземпляров русское издание очень порадовала маркса цитата перевод с делом мастерски писал он друзьям считал что именно в россии капитал читают и ценят больше чем в какой-либо другой стране эх знал бы маркс чем дело кончится 1935 в ссср уголовная ответственность теперь распространяется на детей старше 12 лет которые могут быть даже приговорены к смертной казни 1942 по слухам к ванге приезжает болгарский царь борис третий она сообщает ему что несмотря на достигнутые ему успехи он должен быть готов скоро выместиться в ореховую скорлупу ну то есть лечь в гроб и называет дату 28 августа спустя полтора года в этот день в 1943 царь борис умрет 1966 год леонид ильич брежнев избран генеральным секретарем цк кпсс и председателем совета обороны ссср чуть позже с 1977 он станет еще и председателем президиума верховного совета ссср эпоха брежнева получает перестроечные годы название застой стране возобладали консервативные тенденции нарастают так называемые негативные процессы в экономике социальной и духовной сферах жизни общества сегодня же некоторые эксперты пересматривают эти подходы а сам брежнев остается в самых любимых руководителей россии всех времен и народов 1986 год генсек кпсс михаил горбачев во время визита в тольятти впервые употребляет слово перестройка 1918 год российский триколор заменяется красным флагом который оставался флагом россии более 70 лет флагом советского союза до 1954 года это было просто красное полотнище без рисунков затем было решено утвердить красное знамя с голубой полосой у древка и золотыми серпом и молотом в левом верхнем углу летом 1991 было решено вернуть триколор ну власть то поменялась современные цвета и пропорции были утверждены указом бориса ельцина с 1994 года 22 августа объявлена днем государственного флага российской федерации 1999 в ночь седьмого на восьмое незадолго до полуночи авианосец стадор рузвельт и ракеты несущие крейсеры нато базирующиеся в адриатическом море выпускают несколько десятков крылатых ракет тамагавк по белграду и другим районам югославии сербской столице главными целями становятся здание генштаба и югославский мид ракеты попадают в здание на пересечении двух основных магистралей белграда по официальным данным пострадал и комплекс помещений правительства сербии которые не относятся к военным объектам здесь же рядом располагается больница одна из городских церквей и институт транспорта тяжелое время для разваливающейся югославии но еще об одном событии более подробно 1919 год реввоенсовет республики утвердил образцы военной формы для красной армии буденовка шинели из сукна защитного цвета с тремя петлицами из цветного сукна породу войск летняя рубаха и кожаные лапти эту форму придумал во время еще первой мировой войны художник борис кустодиев по заказу николая второго который пожелал одеть армию в истинно народном духе ну николай любил народное лапти тогда разумеется не предусматривались солдаты и офицеры при царском режиме носили кожаные сапоги или ботинки была сшита большая партия но николай решил повременить с новой формы возможно потому что ему кто-то подсказал что богатырки так кустодиев называл созданный им головной убор издали весьма смахивают на остроконечные германские шлемы ну а потом появилась другое слово буденовка и жизнь пошла по-другому с вами был николай пивненко в проекте дата